Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Squat. Я думаю, те, кто уже долго смотрит наши обзоры, знают, что когда я вот так прям вот весь свечусь, значит, я буду рассказывать про какой-то бренд или там про какую-то модель обуви или еще что-то, что мне особенно близко и интересно. И сегодня у нас как раз такой случай. Мы уже рассказывали про историю бренда Dikis, поэтому еще раз не будем вам рассказывать все эти факты, но расскажем немножко про новую коллекцию Dikis, которая в большом количестве пришла в магазин Squat, и почему эти вещи такие классные и прикольные. Мы уже говорили, что бренд зародился в 1922 году, отпраздновал уже свое столетие, и с тех пор неминуемо развивался практически долгое время в одном векторе, как надежная, простая и хорошая, удобная одежда для рабочих. Со временем, однако, он начал из-за того, что это была действительно такая универсальная одежда, быть популярным и в различных субкультурах. Представители экстремальной музыки, экстремальных видов спорта, опять же, люди, которые связали свою жизнь с криминалом, очень и очень полюбили Dikis как раз из-за того, что это были доступные, и в то же время очень надежные и очень долговечные вещи. Что там говорить, честно вам расскажу, я, человек, который уже разменял четвертый десяток, свои первые Dikis'ы купил, когда еще учился в школе, и они до сих пор у меня лежат на даче, и я бы в них влез, если бы, наконец, опять похудел. Может быть, если мы соберем достаточную сумму донутов мне на очень хороший зальчик, и я похудею и в них влезу, я покажу вам эти 874 штаны, которые реально я до сих пор могу носить, которые даже не протерлись, это факт. С тех пор, действительно, когда есть возможность, когда есть мои размеры в продаже, я себе Dikis'ы покупаю регулярно, очень их всем советую, и действительно, этот бренд люблю. Поэтому сегодня с этими искренними советами пройдемся по коллекции, которая есть сейчас в магазине Squad. Ну, начнем, наверное, сверху, в которой здесь представлены. Вот такие вот достаточно теплые рубашки, байковые, как раньше наши мамы, или, может быть, даже бабушки говорили, в различных цветах, как традиционных таких вот клетчатых расцветок, так и немножко вот такой вот заблёристой клетчатой расцветки. Традиционные уже, наверное, немножко набившие оскомину, но все равно от этого не ставший менее удобным. Очень такой красивый свитер, ну, толстовка, или можно сказать. Кстати, вот здесь тоже заметил, что это Dikis' скейтбординг. Не знаю, можно ли в нем лучше какие-то совершать трюки, или классно как-то более кататься, но это прям классика такая, которая есть всегда, которая очень удобна. Далее переходим к еще одной позиции, которая, наверное, известна всем любителям этого бренда. Eisenhower jacket, так называемый, утепленный, который здесь выходит в коллекции Dikis icons, то есть иконы бренда уже. Вот такая вот у нас, ребята, иконы бренда. Чем, кстати, он мне еще нравится? Кстати, небольшое количество таких вот штук была сделана в коллаборации с брендом Squat, где брендинг Squat на них был. Так вот, ребята, которые, в том числе наш бессменный оператор, рассказывают, что это не просто такая куртка, но куртка, которая реально стоит колом, и ее надо постепенно разнашивать. Мне, кстати, это все время в Dikis'ах нравилось. Если посмотреть YouTube, то там даже есть несколько видео о том, как брать ваши новые Dikis'ы, что с ними сделать, чтобы они быстро, максимально стали мягкими. Если честно, мне этот процесс не очень нравится. Мне как раз нравится, когда ты берешь новые Dikis'ы, они действительно у тебя немножко стоят колом, где-то даже, может быть, еще и натирают, но со временем ты их разнашиваешь, и они как будто прямо у тебя по твоей красивой фигуре, ну, я про себя говорю, садятся и выглядят еще более круто. Ну, вот на примере как раз вот этого Ezenhauer jacket. Core jacket, тоже еще один из таких рабочая куртка, сделанная уже с таким вот другим слегка воротником, тоже с утеплением, так как у нас все-таки такая зимняя коллекция. Кстати, тоже, чем мне нравятся Dikis'ы, что, в принципе, даже если у тебя нет пуховика, но ты можешь надеть на себя несколько слоев этих Dikis'ов, включая там теплую рубашку, какую-то там футболку с длинными рукавами, толстовку, вот еще такое вот с утеплением куртку, и, в принципе, тебе пуховик-то, наверное, и не нужен. Есть вот такие флиски, тоже такие более, наверное, современные версии, не совсем относящиеся к классическим вещам Dikis, но все равно кому нравятся флиски, а сейчас я знаю много они кому нравятся, можно сделать. Далее Dikis очень любит иногда заигрывать с тем, что когда-то это было очень популярно у ковбоев, и поэтому вот такая вот слегка в стилистике ковбоев есть рубашечка, вот здесь даже змейка такая гремучая, очень классная змея. Кстати, тоже, ребят, такой интересный момент, все время гремучую змею описывают как некую такую супер ядовитую змею, укус которой все сразу отъехал. На самом деле нет, она очень похожа на отечественных гадюк, и только очень крупные гремучие змеи могут тебя укусить так, что ты сразу отъедешь, но если вдруг у вас укусит гремучая змея, у вас есть все шансы выжить, если правильно и быстро обратиться за помощью. Хотя лучше, конечно, чтобы они вас не кусали. Классическая такая рубашка Dikis, правда, немножко вот такая вот в контрастных цветах, хотя есть у нас, кстати, они и в классических цветах, тоже один из моих, наверное, любимых элементов гардероба одежды, который готов носить везде и всегда. Чем, кстати, они мне чуть меньше понравились, классические прям рабочие Dikis, так же, как и вот эта куртка, они прям очень жесткие. Вот здесь, видимо, решили, ну, ребят, которые будут носить их от этой жесткости слегка избавить, поэтому они сделаны из такого более мягкого материала. С одной стороны, хм, а с другой стороны, ну, не всем же быть похожими на меня с какими-то моими пристрастиями. Еще одна классика – Carpenter Jeans, как их еще называют, или Carpenter Pants. Брюки, которые носили и носят люди, которые являются там плотниками, рабочими, с большим количеством карманов для различных отверточек, линейчик, чтобы молоток вот сюда вот тоже классно поставить. Причем я видел, кстати, еще недавно такой вариант, как кто-то на светской вечеринке сюда положил этот бокал из-под шампанского и вот так вот стоял. Ну, интересный, конечно, момент, хотя изначально люди, которые носили такие одежды, шампанским было не очень близко. Тоже, с одной стороны, может быть жалко, что они не сделаны из такого грубого, практически необработанного денима, а уже сразу идут такие мягкие, но, опять же, кому-то, может быть, и не нравится все это разнашивать. Дальше, тем, кто будет уезжать на летние края, в летние края в наше непростое время, Ксквот решил подарить вот такие, ну, как подарить, дать возможность приобрести вот такие замечательные классические тоже шорты Диккес, которые, я думаю, если в вашем городе есть скейтеры или сами вы, ребят, скейтеры, на что я очень сильно надеюсь, наверное, вы у своих друзей или у вас такие уже есть, они есть, больших количеств цветов и размеров в магазине тоже. Джинсовые куртки, джинсовые рубашки тоже с надписью Диккес, чтобы все видели, что сегодня салам, я модный, в таком вот крутом Диккесе хожу. Причем, кстати, тоже с обратной стороны здесь вот такая вот интересная надпись. Пожалуйста, хардворк Синс 1922 года. Если честно, я ни разу еще не видел человека в такой рубашке, который бы занимался хардворком, а тем более с 1922 года. Вчера видел девочку, которая шла и пила, не побоюсь этого слова, шприц-апироль. Дожили хардворк у них. Ладно, шутка. Девчонки, пока молодые, пейте вы ваш этот шприц-апироль, но не увлекайтесь. Еще один коуч, ну, коуч Джейк, это еще одна такая классическая позиция в бренде Диккес. Так называемая тренерская курточка, которая тоже выпускается очень давно. Идет как легкий такой дождевик, хотя и без капюшона. Но, кстати, капюшон может быть и не нужен, потому что у нас здесь есть и различные аксессуары Диккес, которые включают в себя и защиту головы от дождя. Ну и, конечно же, самая, наверное, популярная для многих модель Диккесов, это 874-я модель штанов, которая, кстати, очень популярна в Европе, стала после фильма Man of the Society, где один из главных героев в этих штанах такого цвета ходил. Да нет, не такого, он ходил в штанах вот такого песочного цвета. И все такие, вау, что это за штаны? В общем, штаны, у которых есть стрелка, которую не нужно гладить, которые тоже, как тот самый Зинхауэр Джекер, который я показывал, стоят вот так вот колом, которые нужно разнашивать, которые первые дни реально могут тебе даже где-то натирать в коленках и прочее. Но это действительно модель, которая будет тебе служить верой и правдой достаточно долго, поэтому реально обратите внимание на эти брюки. Судя по размерам, которые я здесь увидел, вы можете увидеть, что они подойдут, наверное, как от самых маленьких девочек, так и для достаточно больших дяденек, как я. Раньше, кстати, сквот этим, не побоюсь этого слова, грешил. Я не мог найти себе джинсы или штаны дикие по размеру. Сейчас с этой ситуацией поборолись, что очень приятно. Другая популярная модель этого бренда, штаны, которые называются Double Knee. Штаны с усиленным передней частью. То есть специально тоже сделалось это изначально, потому что люди, которые работали, очень часто там, например, наклонялись на коленки, чтобы забить какие-то гвозди, что-то еще сделать. И чтобы на коленках штаны не протирались, они вот здесь вот так вот усилены, сделаны в такой двойной, ну, двойной слой материала. Тоже из-за того, что ты часто приседаешь и прочее. Они сделаны еще шире. То есть у них даже здесь написано, что это Loose Fit. Достаточно свободные штаны. Ну и плюс есть тоже сзади вот такой вот очень удобный карманчик, куда можно складывать какие-то свои мелочи. Я очень часто видел, что сюда там ножичек кладут или, например, маркер какой-то для того, чтобы оставлять следы, что здесь был Вася, здесь катался Петя. Или, может быть, даже какие-нибудь там, не знаю, специальные парафины или мылы для того, чтобы натирать и кататься по перилам для ваших скейтерских трюков. Вот. Дальше переходим к женской коллекции. Женская коллекция тоже у нас очень большая. По сути дела, здесь нет четких прям таких рабочих вещей. Ну, разве что, может быть, вот эти вот жилетки, которые тоже очень часто пересдаются. На мой взгляд, очень удобные. На мой взгляд, очень красивые. И тоже есть как в больших, так и в совсем маленьких размерах. Плюс тоже все, что девчоночкам, наверное, очень сильно понравится в таких замечательных женственных цветах, в таких замечательных женственных силуэтах. Комбезы, которые сейчас тоже очень популярны. Ну и прочее. Маечки, рубашечки, толстовочки. Все очень аккуратненькое, все очень милое. И в то же время действительно с очень-очень таким серьезным отношением и уважением к тому, с чего эта компания начиналась, а именно с рабочей одежды. Даже, кстати, у девушек есть вот такие вот замечательные вариации. Carpenter Pants. Очень популярные. Сейчас с такими контрастными цветами. Не помню, рассказывал я это в предыдущем обзоре или нет, но очень популярны были среди старых рабочих как раз вот такие вот вещи с контрастной нитью. По одной простой причине, что когда человек работал, по нему уже было видно, если у него нитки совсем белые, то, скорее всего, это рабочий новичок на данном предприятии. И он еще не такой рукастый, не такой специалист. И, наверное, серьезные задания ему пока еще рано давать, либо, наоборот, нужно его бросать в самый бой. А если у него уже нитки не такие контрастные, то есть видно, что со временем они уже загрязнились, стали темными, а раньше с отбеливателем мы очень сильно вот эту одежду не стирали, то это уже говорило о том, что человек работает опытный, поэтому ему можно и доверить какие-то серьезные задания и вообще уже обращаться по имени-отчеству на рабочем участке. Может, даже прораб, хотя и не говорит об этом. Вот такая вот история. Плюс есть еще небольшой стенд с аксессуарами, с различными кепками, шапками, панамками, дикис. В общем, реально я очень рад, что вещи одного из моих любимых брендов в очень классном размерном ряду, в очень большом количестве, которые можно по-разному сочетать, приехали, и вы тоже, кто еще не был знаком с этим брендом, можете с ним познакомиться. Ну, а кто знаком, теперь видит, какой большой выбор здесь есть, поэтому срочно в сквот, покупайте это все, примеряйте, носите. И благодарю вас, что смотрите наши обзоры, благодарю вас, что все время так на них живы и светло реагируете. Делайте домашнее задание, занимайтесь скейтбордическим катанием. Любви и счастья вам, друзья!